Всем привет! С вами снова Крюга ТВ. Сегодня поговорим о такой машине как М3Ли. Это танчик американский 4 уровня. Ну и он уже собственно является тем танком, с которого потом будут идти ответвления на две ветки. На ветку тяжелых танков и на ветку средних танков. Ну, точнее он является переходным звеном до них. Это видео будет не очень длинно, потому что по танку этому особо рассказывать нечего. Танчик довольно проходной. Пробитие ББшку у него 92 и урон 185, а значит, что орудие у нас не самое выдающееся, даже совсем просто обыкновенное орудие на 4 уровне. Но танк обладает огромными размерами, плюс орудие у него не находится в башне, точнее оно находится в башне, которая утоплена в корпус. И в общем-то это скорее ПТ, чем танк. Хотя размером он, наверное, с мой гараж. Вот такие дела. То есть, огромный-огромный танк, у которого нет башни, ну и плюс броня у него не очень хорошая. Оно спасает только вот от пулеметчиков по типу вот этого пазика, который тут сейчас будет по мне пулять своими маленькими пульками. Ну и вот от них уже, конечно же, у нас есть спасение. Но зато от других более серьезных врагов броня, конечно же, не спасает. 600 хитпоинтов тоже не сказать, что было много. Да и вообще, танчик обычная, наверное, проходная машина. Просто чем он интересен? Да тем, что стиль игры на нем скорее как на ПТ. Опасаться приходится любых довольно маневренных противников. Возьмут еще и да и закрутят, хоть мы и довольно динамичные, но все же. Могут найтись и такие, спасибо, каких-нибудь Т3. А в корму-то они уж нас пробьют своими пулеметиками, и там уж нам мало не покажется. Ну вот вы видите, орудие Штуга иногда даже не пробивает. Так что, о чем тут, собственно, говорить? Танк, конечно же, не выдающийся. Ну, наверное, только своими размерами и тем, что вот пушка у него поставлена не вовращающаяся башня. Хотя верхняя башня у него тоже есть, и там стоит 37-мм орудие, насколько я знаю. Но, конечно же, у нас в игре используется 75-мм орудие в нижней полубашне, можно ее так назвать, мне кажется. И будет, наверное, самое правильное назвать ее именно так. В общем-то, танк довольно интересный. В плане того, своего геймплея немножко другого, отличного, допустим, М4 Шермана. Но, ничем особенно он не отличается. На четвертом уровне неплохая проходная машинка. Больше о нем, наверное, сказать особо-то и нечего. И бой, в общем, тоже был на заставке не особо примечательный, потому что, чтобы на нем сделать что-то супер-хорошее, ну, довольно сложно это сделать. КВшки мы вообще с трудом пробиваем. Там приходится золотые снаряды использовать с пробитием под 130-127 мм, насколько я помню. И, в общем, танк ничем особо не может себя противопоставить штугам и КВ. То есть, от них он просто в щепки разлетается. Нет ничего приятнее на свете, чем М3Ли ваншотить на штуге с 10,5 см вот этой вот пушкой. Кстати, да он даже на ББшках с этой пушки должен пробиваться, поскольку броня у него не самая крепкая. Вот такие вот дела. Ну что ж, с вами был Крюга ТВ, смотрите результаты боя, не забывайте заходить в группу ВКонтакте, ссылочка, конечно же, будет в описании к этому видео. Ну, всем до скорых встреч.